Змейка После этого ребят приглашают на экскурсию в немчиновский отдел полиции. Знакомят с дежурной частью, показывают комнату для приема заявлений и помещение для задержанных. А затем в зале для совещания проводят небольшую беседу-диалог, предупреждают о гражданской правовой ответственности. У нас предусмотрена уголовная ответственность и административная ответственность. Если вы совершите какое-либо преступление, либо административное правонарушение, сотрудник по делам несовершеннолетних поставит вас на профилактический учет. В чем он заключается? Это ежемесячная проверка вас по месту жительства, запрашивание характеристик со школ, с организаций, которые вы посещаете после школы. Это какие-то кружки, секции. И также проводится профилактическая работа с вашими родителями. Имину 16. Ознакомительное мероприятие ему понравилось. Ведь он сам в будущем хочет служить в полиции, стать оперативником и уже готовиться к поступлению. Сейчас оценки хочу исправить на нормальное. Историю хочу издать. Русский, математику. Обязательно. Экскурсия оказалась интересной и для Даши. Особенно увлекла работа с собаками. Девочка любит животных. Дома у нее живут собака, кот и черепаха. Поэтому и профессию в будущем может связать с ними. Думаю, может быть, пойти в полицейскую академию и стать кинологом. Потому что мне очень нравится работать с собаками. Вопросы о поступлении в профильные вузы ребята смогли задать полицейским. Такие экскурсии в разные отделы полиции проводят регулярно для всех школьников Одинцовского округа. Ребята знакомятся с работой дактилоскопической службы, следователей участковых уполномоченных и других подразделений. Эти мероприятия важны. Ребята могут на месте посмотреть, как работают сотрудники полиции, как работают, в частности, кинологическая служба. Это очень важно. Просто оценить, насколько им это действительно интересно. Насколько они могли бы сами себя представить в этой работе. Сначала ребята немножечко тушуются, но потом вопросов становится все больше. Но это говорит о том, что эта профессия им интересна. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.